На площадке Московского городского центра верховой езды прошел мастер-класс известного тренера из Санкт-Петербурга Михаила Кизимова, сына легендарного олимпийского чемпиона Ивана Кизимова. Мероприятие проходило в течение двух дней и собрало более 20 участников. Первый день был посвящен теоретическим занятиям. Михаил Кизимов на примере подготовленного им видео рассказывал и показывал приемы работы с лошадью в руках, начальный тренинг молодой лошади и упражнений для развития баланса, гибкости и проводимости. Большое внимание тренер уделил вопросам правильного подбора и подгонки амуниции. На следующий день все желающие получить практические наставления по работе с лошадьми смогли выйти на манеж МГЦВЕ и в процессе работы получить консультации от мастера. Михаил Кизимов провел уроки для шести спортивных пар, а также продемонстрировал работу на корде с молодой лошадью. Все пропускают очень важный момент детства лошади. Сразу все хотят, конкуристы сразу прыгать, выискать, сразу выступать. А нужно подготовить к этому лошадь. Сначала в руках ей объяснить, как мы сегодня работали с лошадкой. Потом уже только садиться в седло. Это все постепенно, не с силой, а как бы входишь в доверие к лошади, она тебе начинает доверять. И выполнять твои команды и требования все больше, больше, больше. И ты уже через три года должна лошадь уже быть выезжена. Кроме того, тренер провел урок для нескольких начинающих всадников. Специально для некоторых из них он взял в руки корду и под собственным контролем корректировал посадку и применение средств управления лошадью. В своих уроках Михаил Кизимов опирался как на собственный многолетний опыт подготовки лошадей, так и на опыт своего отца, легендарного конника Ивана Кизимова. Методика, совместно разработанная отцом и сыном, сегодня позволяет тренеру добиваться убедительных результатов с большинством учеников. Лошадь, говорит отец, она и есть лошадь, и никто нового ничего не придумывает. Сейчас вот придумывают новые способы, как скрутить лошадь, как чтобы она вниз бегала, вообще чтобы она там согнулась. Это, говорит, все антиприродное. Лошадь есть лошадь. У нее четыре ноги, хвост с одной стороны, с другой стороны, грива. Не надо никаких заграничных слов, никаких замудренных объяснений. Это лошадь, не компьютер. Это просто, если просто объяснить. Семинар стал первым опытом проведения образовательных программ для руководства Московского городского центра верховой езды. Руководитель базы Андрей Масловский отметил, что рассматривает возможность организации подобных уроков на постоянной основе. Любая конюшка, которая берет какие-то названия, должна оправдывать. Если мы считаем, что мы иконный центр, то здесь должна быть жизнь. То есть с лошадьми не должно все заканчиваться. И семинары, я считаю, что это, ну вообще, ну можно даже, наверное, сказать, что это основа. Потому что без теории хорошей практики не бывает. Хотелось начать с чего-то значимого. И, ну, когда поступило предложение, чтобы это было у Кизимов, у меня уже сомнений не было никаких. Очень много желающих было. Не всех мы смогли принять, разместить. Поэтому, конечно же, такие семинары будут. И ближайшие, надеюсь, это будет весной. Большую пользу проведения открытых семинаров с отечественными специалистами в сфере конного спорта отметили все участники открытых уроков. Каждый, кто задавал свои вопросы тренеру, получил на них развернутые и объемные ответы. Человек, который хочет развиваться, он не способен развиваться, не посещая семинары подобных мастеров. Потому что Михаил Кизимов – это авторитет, это величина. Узнал за одну тренировку больше, чем за год сам. Вот так. Очень доволен. До конца текущей недели Михаил Кизимов проведет серию частных уроков в различных клубах Москвы и области. В числе заявленных тем – работа с молодыми лошадьми, коррекция баланса и средств управления, основа выездковой и конкурной подготовки.